Давайте я спрошу вас, что нужно человеку для счастья? Уверен, многие начнут перечислять красота, деньги, достижения. В эту ловушку попадаются многие, потому что на самом деле для счастья нужно совершенно другое. Что же? Давайте обсудим. Михаил Лобковский. Психолог с 30-летним стажем. Учился и работал в Москве и Иерусалиме. Преподавал в школе, решал проблемы трудных подростков, супругов, которые разводятся. Прославился публичными консультациями, которые ведет, опираясь на свой авторский метод. Его суть в том, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, неуверенность в себе и научиться жить в свое удовольствие. Михаил Лобковский убежден, делать нужно только то, что хочется, и сам придерживается этого правила. Здравствуйте, дорогие мои, я Михаил Лобковский. И сегодня мы поговорим вот о чем. Как полюбить себя и укрепить свою самооценку. Дело в том, что люди, многие даже не понимают, какая связь между самооценкой и любовью. Расскажу. Люди, которые себе не нравятся, ни внешние, ни внутренние, при том, все что угодно. Возраст не нравится, работа не нравится, семья не нравится. Все, что вот вы хотите. У них низкая самооценка, и они себя не любят. Ну, а более подробно мы сегодня с вами поговорим. А вы поможете, я думаю, мне со своими примерами, чтобы мы разобрались. И давайте начнем с Ириной Лукиной, где у нас Ирина. Ирина все пытается умереть в 31 год, я так понимаю, да? Ну, в моем понимании, женщина, она как цветок. Боюсь, что цветок скоро увянет. И что дальше? Стараюсь поддерживать максимально цветение. Ну, оттягиваю срок, можно так сказать. А вы считаете, в каком возрасте это уже можно выкидывать, эту елку на улицу? Мне кажется, после 35 уже как-то на спад все идет. То есть вам так, если с собой не заниматься, года 4 осталось? Ну, доброжелатели могут еще сказать. Еще 5 лет, и на нее уже никто не посмотрит. Понятно. А вы очень как бы зациклены на этом, да? Нет, но этот момент у меня есть. Ну, видимо, так как я постоянно... А как, во-первых, объясните, что вы боитесь, и что вы делаете, чтобы продлить свою юность? Боюсь потерять женственность, боюсь потерять привлекательность. Постоянно куда-то хожу, к косметологу, какие-то процедуры, йога, танцы. То есть я не могу расслабиться и просто получать удовольствие от того, какая я есть. В любом виде. Мне постоянно надо что-то делать. Куда-то ходить, как-то поддерживать. И правильно ли я понимаю, что, первое, у вас есть страх старения? Я думаю, что все-таки есть. Второе, вы такая, какая есть, тебе не очень нравитесь. И вам, чтобы быть привлекательной, необходимо делать дополнительные вещи. Начиная от косметологии, заканчивая спортом. Да. То есть такая, какая есть, вообще не то. Нет, я не могу. Не вариант, да? Вы все слышали. Это имеет прямое отношение к самооценке. Она вас просто ниже плинтуса, если вы этого не поняли. И вы себя не любите. Знаете, почему вы себя не любите? Вы не нравитесь себе такой, какая вы есть. Вы это понимаете вообще? Ну, раз у меня есть проблемы, я думаю, что да. А вы готовы, например, эту проблему, я имею в виду, решать? Но в вашем случае решать эту проблему, это перестать решать другую проблему. Я хожу к психологу. А мне все хуже и хуже, вот это вот, да? Нет, мне как бы все равно, ну, все равно сдвиги есть. В смысле, я уже завязалась с йогой, какие сдвиги? Нет, я просто более лояльно к себе стала относиться. А что такое более лояльно? Ну, воспринимаю себя и без макияжа, и, возможно, в какой-то... Вы можете выйти на улицу, просто вот накинув пальтишко сверху, даже не причесавшись? Даже выложить в социальных сетях фотографию, скажем так. Нет, просто одна улица, в булочную. Да. С утра встать, ни к зеркалу не подойти. Но если куда-то, в любом случае не смогу ни накраситься и ни уложиться. Не можете, да? Нет. Ну, слава богу, что вы это понимаете, потому что у вас очень короткий шаг, маленький, до того, чтобы себя полюбить. Все навсего. Знаете, что нужно? Просто ничего с собой не делать. А вот типа вот что выросло, то выросло. Мне все нравится. Буду стареть и вообще буду тащиться от себя. В 60 буду вообще нереальной красоты. Но пока это нереально все для вас. Понятно. Ну, хорошо, давайте слушать дальше чужие истории и смотреть, что у нас общего и решать эти проблемы. Где у нас Оксана Воскресенская? Добрый вечер. У меня такая история, что вот к своим 39 годам, после неудачного брака, неудачных отношений, вот в том числе одноразовых, когда тебя там по-разному воспринимают, я стала стесняться мужчин. То есть я стесняюсь находиться в компании неженатых и женатых мужчин. Вы не мужчин стесняетесь. А кого вы стесняетесь? Кого? Кого? Себя. Конечно, себя. Вот она, низкая самооценка и нелюбовь в себе. Вы не мужчин стесняетесь. Вы себя стесняетесь, правильно? Ну, скорее всего, да, вы правы. Вы себя не любите? Ну, и так тоже, можно сказать. А почему? Ну, очень тяжело принять себя. С одной стороны, вроде бы есть успех в работе. Учеба только на отлично. Все ступени образования я прошла, какие только можно. Все красные дипломы собрала. Но, к сожалению, личная жизнь, она не сложилась. И, с одной стороны, я понимаю, что хотелось бы найти спутника жизни. Так вы нашли уже один раз спутника жизни. Да, наверное. Вы знаете, у кого не сложилась личная жизнь? У кого? Кто никогда не был замужем, он не имеет детей. Вы были замужем, у вас есть ребенок. Видите, какое у вас отношение к жизни? А вам не живется. Вы считаете, что вы лузер такой, ну, неудачница, да? Ну, отчасти, да. То есть, девушки, кто из вас не был замужем, поднимите руки. А что они должны про себя думать в таком случае? Ну, у них все впереди. Ну, наверное, и у вас все впереди. И вопрос же не в этом, а вопрос, как вы к этому относитесь. То есть, одна та же история, может быть, по-разному трактоваться. Вы могли сказать, вы знаете, Михаил, у меня очень неспешная жизнь. Во-первых, я была замужем. У меня от брака есть дочь, 11 лет. У меня все хорошо. Ну, сейчас временно простое. Но вы же не так говорите. Да. Говорит, я стесняюсь себя, у меня неудачная личная жизнь. Так в этом, наверное, причина-то. Да. Что делать будем? Не знаю. Ну, поговорим еще сегодня об этом. Может быть, какие-то мысли придут. Хорошо. А кто у нас Полина? Полина – звезда мазохизма, да? Мы сейчас узнаем об этом поподробнее. На самом деле, нет. Я впервые попала в такую ситуацию, когда начала встречаться с мужчиной, который мне рассказывал безумно красивые истории о том, сколько у нас совпадений. Ну, какая вы прекрасная, что вы лучше всех. Я лучше всех. А оказалось? А оказалось по итогу, что у него была еще одна. Вы это узнали не сразу? Я это узнала не сразу, да. У нас такие редкие встречи были раз в неделю. Это продолжалось около полутора-трех месяцев. У меня начали возникать сомнения, ну, вообще, в его интересе ко мне. И по моей инициативе мы перестали общаться. Через месяц человек объявился о том, что все, я хочу быть с тобой, ты мать моих детей и вообще, в общем, люблю не могу. И было написано огромное красивое письмо. А потом, дай мне время, мне нужно расстаться со своей девушкой. Поскольку ситуация у меня такая впервые случилась за мои 29 лет, я... ну, ладно. Значит, как дай время? Эта девушка вклинилась в тот период, когда вы расстались, что ли? Нет. Она была и раньше. Я появилась тогда у него, когда она уже у него была. Я не очень понимаю. Вы сказали, что вы об этом не знали. Да. Когда узнали, с ним расстались. Ну. Так потом, через месяц, он меня возвращает. Ну, вы же не вещь, вы же не шкаф. Куда возвращает? Ну, согласна, но... Ну, рассказывайте. Все-таки есть музыхистические у нас нотки, я бы сказал. Да. Ну, а чего вы обратно-то полезли? Как сказал Жванецкий, народ упорно ползет на кладбище. Вы знаете, он очень красиво говорил, он очень солидный и представительный. А как раз, как он говорил? Он говорит, у меня другая есть. Подожди. Дальше выяснилось первое, что она у нее раньше была. Да. То есть вы вообще жили в обмане всю дорогу. Да. Как можно было убедить девушку, не слепо глухонемую, которая все видит и понимает, вот какие слова... Ну, может быть, я была влюблена. То есть вы реальная музыхистка. Ну. Вы влюблены в человека, который вас обманывает. Вы выяснили, что вас обманывает. И любовь от этого стала только еще больше. Конечно. Кошмар. В общем, да. В чем вопрос? Вопрос в том, что сейчас этот человек, он периодически еще присутствует в моей жизни, там как-то в социальных сетях. И, ну, мне нужно пинок дать себе самой. Как это сделать? Зачем? Я не хочу в этом жить. Полина, вы же любите его. Нет, нет. Живите втроем. Чего вы? Нет. Кстати, он говорил о том, что полигамные браки – это очень здорово. Да. Там и четвертый потянется. Так было в шутку, знаете, сказано. Вы знаете, что я ему хочу сказать? Если вам нужен пинок, то это не решение проблемы. Я вам переведу на другой пример. Вот я очень много лет курил. И все пытался бросить. Люди не бросают то, что они любят. Я бросил тогда, когда я перестал любить курить. А вы пока рассказываете историю, что я к нему привязана, я к нему какие-то чувства. И мне нужен пинок. Не-не-не. Мы так не будем делать. Все, что вам нужно, это просто перестать интересоваться не только этим человеком, а вообще людьми, которые вас обманывают. Вы должны достичь такого состояния, когда мы эти люди вообще неинтересны. Какой нафиг пинок? Никакого пинка. Совет для любовь, Полина. Когда свадьба-то? Нет. Он ее бросил уже. Вообще свадьба в ближайшем будущем. Она у нее заперта вон в соседней комнате. Вы ее не увидите даже. Нет, нет, спасибо. Понимаете, в чем дело? Вы должны изменить свою психологию настолько, что если вы прямо любите, ну, побейтесь головой об стену. Но вы должны признать, что вы абсолютно наркоманка, что вы психологически зависимы, и что это не любовь, что у вас такое как наваждение, что я понимаю прекрасно, что это вообще не вариант, что меня держали за дуру, и меня продолжают держать за дуру, и я на все это и ведусь. Вот какой разговор должен быть. Чего вы в любовь-то все играете? Нет, я уже не играю в любовь. А какой тогда пинок, Полина? Пинок по поводу чего? Ну, я не знаю, как открыть глаза. А типа вы не понимаете, да? Я понимаю, но вот я пришла как раз к вам, чтобы вы мне что-то уже об этом сказали. Я считаю, что люди должны жить так, как им нравится. Если вам нравится вот так вот, ну, что вас обманывают, ну, значит, вы такой человек, вам это нравится. Нет, мне это не нравится. А зачем тогда вам нужно глаза открыть? Что еще непонятно из того, что с вами сделали? Все уже понятно. Все понятно. Так быстро и недорого. Да, благодаря вам. Спасибо. Поехали дальше. Кто у нас? Татьяна Бажанова. Таня, здрасте. Здравствуйте. Рассказывайте. У меня проблема такая. Я не могу сказать нет. А то что будет, если вы скажете нет? Боите, что вас убьют за это? Вот у меня в моем понимании, если я скажу нет, значит, как будто я людей предам. Да. И будет обратная реакция. Ну, и вам скажут нет, да. Да, и мне скажут нет. И что? Вот этого я и боюсь. Я не хочу быть плохой в глазах людям, которым я скажу нет. Просто я уже к ним не обращусь вот в следующий раз. Не обратитесь. И дальше что? Вот. На протяжении всей своей жизни я вот угождаю всем. При этом я себя приношу в жертву. В ущерб себе я... Ну, как в ущерб себе? Вы же себя сами слышите, что вы говорите. Да. Вы, как бы сказать, хитро сделаны. С одной стороны, в ущерб себе. С другой стороны, вы говорите, но я же не тоже туда не обращусь. Ну, да. То есть вы с дальним прицелом это все делаете? Ну, вот есть и такое. И с дальним прицелом. Как бы вот... Но себе я могу сказать нет, придя в магазин, увидев какую-то дорогую вещь или какую-то... Ну, конечно. У вас же низкая самооценка. Вы же не собираетесь на себя что-то тратить, правильно? Да. Кто вы вообще? То ли дело другие люди. Вот, да. Мне что в вашем рассказе нравится? У вас есть здоровое зерно, хотя оно тоже не очень здоровое. Я не просто... Вот я вам скажу, в чем идея этой проблемы. Да, проблема. В том, что когда у человека низкая самооценка, он не может людям отказывать. Он хочет, чтобы его любили. А его могут любить в его понимании, если он никому не будет отказывать. Потому что если он будет отказывать, его не будут любить. А так как он сам себя не любит, ему очень надо, чтобы его любили другие. Это такая схема, да? Но вы внесли в эту схему еще одну интересную нотку. Любовь-то ладно, фиг с ней. А тут еще фишка в том, что я потом обратиться не смогу. Да. То есть я делаю, как сказать, для того, чтобы потом и я могла воспользоваться этими людьми. Ну да, отчасти, да. Что делать будем? Не знаю, вот проблема у меня такая. А в чем проблема? Вы же это сознательно делаете. Ну, я считаю, что это проблема. Как-то надо выровнять. Если честно, проблема заключается в том, что у вас есть страх. Есть страх, да. Страх, что вы будете отвергнуты, что сами не будут дружить. И самое главное в конце, что вы не можете к этим людям обратиться. Потому что люди с низкой самооценкой, они еще на себя тоже не очень рассчитывают. Им нужны какие-то костыли в виде других людей. Поэтому что я вам хочу сказать. Во-первых, перестаньте бояться, что вам надо будет обратиться, а они откажут. Просто не обращайтесь к ним. На себя рассчитывайте. Второе, и гораздо более интересное, а вас за это никто не любит, это иллюзия. Если вы думаете, что вы говорите нет, прогибаетесь, угождаете, за это вообще презирают. За это еще никто никого не любил. Вы зря тратите время свое. Таких людей не уважают и не любят, потому что они прогибаются. Как раз любят людей независимых, которые все делают по-своему. Любят за то, что вы им говорите нет как раз. Понимаете, какое дело? А они вас тогда личность видят. Тогда им становится уже интересно. Типа, вот она борзая-то какая, а? А что, она себе может позволить такое? Видимо, что-то в ней есть. А когда вы по каждому поводу соглашаетесь, это вообще неинтересно. Вы так не думали об этом? Задумывалась. А вы попробуйте сказать нет. Попробую. Ну, я думаю, вы поймете разницу в отношении. Кто-то отпадет, а кто-то начнет с уважением к вам относиться. Да и вы себя уважать начнете. И самооценка вверх пойдет. Подумайте. Спасибо. Аня Чичкина, вы где? Здравствуйте. Здрасте. Вы с чем пришли? Я с чем пришла? Я вижу, с пустыми руками. Ну. Я пришла с тем, что у меня проблема нереализованности. Я считаю, что... В каком смысле? Вам вот 31 год только. А мужа уже нету. Точно? Ну, уже... Мне уже 31 год. Да, мне уже как-то не нравится это слово. Ну, хотелось бы еще, конечно, заменить. Да. Ну, вообще, в принципе, возникает вопрос. А он нужен, муж? Так подождите. Вы нереализованы или вам не нужен? Я, в принципе, не состоялась ни в семье, ни в карьере, ни в занятии. Ну, конечно, хочется. Я не понимаю, чем мне заниматься. Я... Вообще не знаете, как жить? Ну, что-то вроде. Понятно. А что вы сейчас занимаетесь? Сейчас я помощник руководителя. И мне это не нравится. Но я не вижу себя нигде и не знаю, куда идти дальше. Многие из вас имеют ту же самую проблему. Вы не знаете, что вы хотите. Кто не знает? Поднимите руки. Вот. Давайте начнем с этих простых вещей. Для того, чтобы заниматься чем-нибудь, что вам нравится, вы должны сначала научиться вообще знать свои желания и понимать их. Для этого нужно сделать две вещи. Первое. Спрашивать себя постоянно, что я хочу. Ничего не делать на автомате. И добиваться делать того, что вы хотите. Давайте начнем с еды. Вы как обычно завтракаете? В основном овсянка и фрукты. Я правильно понимаю, что это ваша любимая еда? Меня устраивает. Вот сейчас, да, эта фраза. Анечка, между любимой едой и меня устраивает огромная пропасть. А что вы любите из еды? Овощи, фрукты, рыба. И овсянку с фруктами. Да? На первом месте. Нет. Нет. А зачем вы ее едите? Ну, это полезно, это питательно. Тут надо вам группу создать, цепляющуюся за жизнь называется. Вам же 30 лет. Ну, на самом деле были, да, и суицидальные мысли, конечно. Понятно. Поэтому овсянку. Я понимаю, что это звучит все смешно. С овсянкой в желудке приятнее помирать, да? А что? С овсянкой в желудке помирать приятнее? А вы можете назвать хотя бы один продукт, который прямо обожаете? Авокадо. Ну, а что не едите? Ну, что же у него каждый день есть? А овсянку вы ждите каждый день? Вы же не спрашиваете. Это лучше, чем авокадо, да, каждый день овсянку есть? Ну, это полезно. Авокадо – это вредно? Тоже полезно. Давайте так. Вот начнем с простых вещей. Вам надо не то, что полезно есть, а то, что вы реально любите. Понимаете? Если вы любите авокадо, ешьте авокадо. А вы кроме авокадо что-нибудь еще любите вообще? Ну, вы же спросили первый продукт, который я прям сильно люблю. Давайте первые три. Авокадо, рыба и апельсины. И апельсины. Завязывайте с овсянкой, да добра не доведет. Так вот, если вы любите то, что вы сейчас рассказали, вы прямо сегодня после программы или завтра с утра сделаете себе что-нибудь из этого списка. Понимаете? Вы должны поломать эту скорлупу, в которой вы сидите и не вылезаете наружу. Потому что вы очень, как вам сказать, эмоционально забитый человек. Вы не знаете, что вы хотите. Вы едите еду, которая полезная. Это был такой вот Чехов, по-моему, рассказ, человек в футляре. Вы же молодая девушка, да? Какие у вас тараканы в голове? Из-за этого, собственно, и работа, непонятно, что за работа. Вы тоже не любите, правда? Не люблю. Вот, чтобы поменять работу, надо сначала поменять меню. И когда вы начнете понимать свои желания, вы хотя бы поймете, чем вы хотите заниматься. Почему? Пока у вас от противного. Вы говорите, я не хочу работать секретарем. Или помощницей. Что, в принципе, одно и то же. Но и то же согласно. Да. Но не хочу я понял. А что хочу, не знаю. Потому что ем полезную еду. Мне, к примеру, нравится массаж. Но для массажа, если его делать, например, в массовом количестве, то нужно медицинское образование. Да ладно. Но видите, как у вас голова работает? То, что я хочу, у меня для этого нет возможности. Ну вот если мы про массаж. Ведет сравнение меня с кем-то. И вы сейчас радует до кучи начнете, да. Понимаете, вот вы обесцениваете сами у себя в голове даже свои желания. Вам надо научиться, это второе. Это касается других. Свои желания доводить до конца. Так что я вам желаю, чтобы вы эти курсы закончили и стали массажисткой. Потом разочаруюсь. Всегда можете вернуться в помощник у руководителя. Евгений Савельев. Здрасте. Здравствуйте, Митая. Что у нас за проблемы, Евгений? У меня запрос на отношения. Небольшая предыстория. Шесть лет назад я развелся, и до сих пор я не создал семью. И после развода были такие, ну, интересный опыт. Когда познакомился с девушкой, начали встречаться. Ну, я чисто по-мужски начал вкладываться в нее. Она в соседнем городе жила, часто ездил. И через какое-то время начал наблюдать такие моменты. То есть, чем больше я вкладывался, тем более ко мне, ну, большие требования ко мне предъявлялись. И происходило обесценивание. Сделал какой-то подарок, ну, никакой благодарности не видишь. Если что-то не сделал, наоборот, тебе предъявляют, типа, ты должен был это сделать. Ну, то есть, девушка как-то повела себя, вам не понравилось, да? Ну, да. Поэтому у меня сейчас запрос на отношения. Я понимаю, что я уже человек взрослый, и мне пора уже давно зависеть. А вы пытались в сетях социально знакомиться? Нет, вопрос не в знакомствах. Вопрос как бы не вообще в отношениях, да? То есть, там, с девушкой познакомиться. Были, конечно, случаи, там, их было немало, когда, ну, типа, романтик, все дела. Но это, скорее, такая одноразовая акция. То есть, дальше это никуда не уходило. Почему? Ну, с одной, то есть, либо это от меня зависело, то есть, мне, я вижу, что девушка, ну, она... Ну, вы разочарованы в ней, да? Ну, типа того, да. Либо ей не нужно других. Либо ей не нужно, да. Ну, такая ситуация. А как же вы себе жену-то нашли с таким раскладом? Ну, спонтанно, чисто случайно, друзья познакомили. Может быть, так и дальше рассчитывать на судьбу? Нет. Хотите в свои руки взять? Да. В чем тогда вопрос или в чем проблема? Вопрос, вот учитывая вот этот интересный опыт, да, как вообще дальше, ну, можно создать отношения, да, доверительные отношения, и чтобы не, ну, не напороться на подобные вещи? Смотрите, почему не складывается? Очень интересная, оригинальная причина. Я думаю, тут и девочек много сидит, им будет интересно. Потому что у вас есть внутренний конфликт, который выражается в том, что вы тоже в себе не все принимаете. И поэтому попадается женщина, который тоже вызывает конфликт, уже не внутренний. То есть, как бы можно было бы с ними, но они вот так себя ведут. Вот это претензии предъявляет, подарки, как само собой разумеющиеся, требования возникают. У этих вообще несерьезные отношения и так дальше. Это все проекция вашей внутренней дисгармонии по отношению к себе. Вот многие же тоже не могут найти себе пару, например, да, подходящую, считают, ну, то ли женщины не те. Так самое интересное, что люди, которые внутренне себя принимают, они и женщин принимают. А когда человек других не принимает, это обычная проекция того, что он не принимает себя. И если вы хотите все-таки рано или поздно счастливо жениться, иметь нормальную семью, то это счастье должно быть сначала в вашей голове. И тогда потянутся совсем другие женщины. Друзья мои, давайте поговорим вот о низкой самооценке, о неуверенности в себе и о нелюбии в себе. Для того, чтобы повысить свою самооценку и полюбить себя, первое, вы должны себя принять вот такие, как вы сейчас есть, как вы здесь сидите. Вот принять такими. Не пытаться не молодиться, не худеть, не толстеть. Вот все, что выросло, то выросло. Это мое, и я это люблю, потому что это мое. Не надо никому ничего доказывать, это второе. Не надо никого, не надо ни с кем себя сравнивать. Вы такие, какие вы есть, вы этим уникальны. И вы не то, что лучше или хуже других, а вы просто одни такие. Нет такого второго человека, как вы. Люди, которые себя любят, они не пытаются угодить, они не прогибаются, и они не делают ничего в ущерб себе. Это одно из проявлений низкой самооценки. Люди, которые себя любят, они не страдают, когда они любят. Они или счастливы в отношениях, или это не их мужчина. Это я сейчас к вам обращаюсь. А вот типа дайте им с ней пинок, они не просят. Они соскакивают раньше, чем им дают пинок. Что самое интересное, его любят другие. Здесь очень жесткая схема. Вы не любите себя, и вас не любят. Вы себя любите, и вас любят. И я вам этого и желаю. Спасибо. Уверенный человек сравнивает себя только с собой. Ему совершенно не важно, как оценивают его другие люди. Примите себя таким, какой вы есть. Только тогда вы заживете полноценной жизнью. С вами был Михаил Лобковский.